Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Ксения Шереметьева и коротко о главном. Китай и Россия твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах устава ООН. Об этом заявил и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Москву. Китайский лидер подчеркнул, что стороны действенными шагами притворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества. Обращает на себя внимание вчерашнее заявление на переговорах с президентом России, китайского лидера. Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией отстаивать, стоять на страже многополярного миропорядка. Сложно переоценить этот тезис, прозвучавший в Москве из уст китайского лидера. Уверен, что наше сотрудничество с Китайским собранием народных представителей, которые сейчас находятся на возрастающей траектории после пандемии COVID-19, еще раз подтвердит и укрепит наши позиции и не только с Китайской народной республикой, но и со многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона на поддержку наших идей в тех странах, где готовы встать плечом к плечу с Россией как форвардом движения против вывихнутого однополярного мироустройства. Африка станет одним из лидеров многополярного мира. С таким заявлением накануне выступил президент Владимир Путин. Глава государства убежден в том, что все объективные предпосылки для этого есть. В Африке проживает около полутора миллиардов человек. Сосредоточена огромная ресурсная база, почти третья часть общемировых запасов полезных ископаемых. И хотя на африканские страны пока что приходится лишь 3% мирового ВВП, экономика многих из них растет опережающими темпами, добавил Владимир Путин. Закрыли форум Россия и Африка, который проводили во второй раз. Выступление президента России на вчерашнем пленарном заседании, лишний раз и реакция на него, которая тождественно равна, до сих пор идут сотни откликов и публикаций в информационном пространстве стран африканского континента, показали, что сегодня подавляющее большинство стран Африки встает плечом к плечу к России, к тем, кто занимает в России конструктивную позицию против нацизма, против колониальной политики, которую Запад пытается своим однополярным миропорядком еще раз навязать сегодня мировой цивилизацией. Речь президента России была знаковой для консолидации России со странами африканского континента. Мы видим, как одно мероприятие, правда весьма тщательно и непросто подготовленное, на более высокую орбиту поднимает не только парламентскую дипломатию со странами Африки, но и наше особое единение в противостоянии коллективному Западу и разрушительным тенденциям, направленным на то, чтобы на планете был только один полюс силы и влияния. Нас такой подход категорически не устраивает. Мы предлагаем осенью этого года на площадке Государственной Думы провести парламентскую конференцию Россия-Латинская Америка, направленную на консолидацию нашего взаимодействия с парламентами Латинской Америки, с парламентами Центрально-Американского региона, которые также, особенно в последние месяцы, поддерживают наши идеи. И хотя они территориально находятся близко к Соединенным Штатам, но они не поддерживают однополярную идею, они поддерживают идею на построение справедливой, мирной и многополярной мировой архитектуры в нынешнем столетии, с уважением к территориальной целостности, суверенитету, национальному языку, культуре и традициям каждой сколь угодно малой страны и каждого народа. Предлагается провести парламентскую конференцию Россия-Латинская Америка в Государственной Думе осенью этого года. Надеюсь на поддержку всеми фракциями данного предложения. К другим новостям. В Государственной Думе задумались над механизмом предоставления работодателям стимулов, чтобы эти охотнее трудоустраивали молодых специалистов. В ЛДПР отметили, что российским регионам стоит оценить опыт Татарстана, где реализована возможность предоставлять студентам одновременно образование и работу. Сегодня молодые специалисты, они сталкиваются с проблемой невозможности трудоустройства, потому как работодатель требует наличия опыта, наличия стажа, наличия записи в трудовой книжке. Хоть трудовая книжка и электронная, все равно наличие записи там требуется. Поэтому будут определенные стимулирующие, предусмотренные инструменты для работодателей, которые трудоустраивают молодых специалистов. И вчера в общественной палате по нашей инициативе проходило большое мероприятие. Мы считаем, что для определенной категории промышленных предприятий нужно дать право приглашать до 18 лет подростков трудиться, но при условии, что они получают профильное образование, соблюдаются все меры охраны труда, а также они работают под присмотром наставника. И хороший пример продемонстрировали нам в Татарстане, специальная экономическая зона Алабуга, где Алабуга Политех позволяет студентам и получать образование одновременно трудиться и зарабатывать деньги. И вот такая комбинация, она дает одни плюсы. Но сегодня существует в законодательстве определенные сдерживающие моменты, которые нужно устранить. Работа в России, такая цифровая платформа, она работает уже давно. И теперь, используя ее, можно будет встать на учет в качестве самозанятого не по месту фактической регистрации, а по месту фактического нахождения. И таким образом никакого злоупотребления не будет. Пособие можно будет назначить вне зависимости от нахождения гражданина. Масштабный перевод государственных информационных систем на единую цифровую платформу «Гостех» состоится к 2024 году. Из них 150 особо значимых с социальной точки зрения систем будут переведены на платформу в приоритетном порядке. Заместитель председателя Думского комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов накануне отметил, что в настоящее время в государственных информационных системах наблюдается неразбериха. Проверка государственных информационных систем, как они функционируют. Тут оказалось, что практически 630 различных информационных систем. Из них только 390 систем, которые могут относиться к государственным информационным системам. Остальные не подтверждают. В то же время есть целый ряд акционерных обществ, общества с ограниченной ответственностью, которые тоже выполняют функции по обслуживанию систем, которые могут относиться к этим государственным информационным системам. В то же время в законодательстве нет четких и ясных прозрачных критериев, что же должно относиться к государственной информационной системе. И какие здесь правила. Это тоже наша с вами задача, чтобы эти правила появились. И вообще, в этом случае парламентский контроль как раз об этом все время и говорит. То есть, мало того, что где-то мы можем закон подправить. А если там, например, акт правительства должен быть, то тогда наш парламентский контроль будет заключаться в том, чтобы помочь счетной палате своими запросами в правительство, с тем, чтобы появился этот акт правительства. Это важнейшая задача, которая, в общем-то, на будущее должна у нас быть решена. Уже в следующем году в столице Татарстана пройдут первые всемирные игры будущего, участники которых будут соревноваться в фиджитал-спорте. С недавних пор это официально зарегистрированная в России дисциплина. Участники соревнований выступают в командах, сражаются и за компьютером в одной из популярных мультиплеерных игр и на арене. Прошло заседание комитета, поднимались все вопросы, которые выносят на комитет, они очень важны. Основные вопросы, которые сегодня первые нам, это нововведение нашего комитета, где мы будем приглашать на каждое заседание одну из федераций, будем вникать в проблематику федерации и вида спорта. Поэтому сегодня мы, наверное, заслушали интересные сообщения и доклад самого модного, самого популярного вида спорта. Это футбол на территории Российской Федерации, более трех миллионов человек активно занимающихся. И сегодня мы заслушали представителя, который рассказал нам о том, какие тенденции, какие планы, как будет развиваться футбол, будущее футбола. Поэтому нам было это все интересно. Вы слушали его инициативы, две законодательные инициативы, которые нам сегодня внес РФС, будут обязательно рассмотрены в ближайшее время. Второй важный вопрос, который мы сегодня обсуждали, это, конечно, игры будущего, которые мы все знаем с вами в ближайшее время пройдут в России. Для всех нас интересно вникнуть в нюансы. Сейчас законный проект разрабатывается в нашем комитете. У нас есть целая рабочая группа по проведению данного мероприятия на территории Российской Федерации. Поэтому для нас важно вникать и понимать, чем дышит спорт, спортсмены, функционеры. Ну и третий вопрос, который сегодня обсуждался, это, конечно же, поддержка производителей спортивной индустрии. Это наиважнейший вопрос, может быть, он не такой, скажем так, на слуху у всех, но без поддержки российского производителя спортивных товаров, конечно, развитие спорта в Российской Федерации затруднено. Поэтому мы будем делать все, чтобы обратиться и в Минспорт, и в Минпромторг, для того, чтобы всевозможные меры поддержки российских производителей были уже на сегодня. В этом году в единый день голосования должны пройти очередные выборы мэра Москвы. ЛДПР планирует выдвинуть кандидатом на этот пост вице-спикера Государственной Думы Бориса Чернышева. Об этом накануне заявил лидер партии Леонид Сулцкий. Мы приняли решение выдвинуть кандидатом на выборах мэра Москвы, которые предстоят в нынешнем году, Бориса Александровича Чернышева. У него главное преимущество, он молодой, уже успел поработать с заместителем главы Рособранадзора. В этом созыве заместитель председателя Государственной Думы, высокая должность, курирует вопросы образования и науки. И москвичи хорошо знают Бориса Чернышева, его позицию, поэтому нет сомнения, что он достойно представит ЛДПР на выборах мэра столицы. К этому часу все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах и в Telegram-канале ЛДПР-ТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok